Я боюсь выходить замуж, я не ставила цель выйти замуж, действительно ставила цель понять, что я могу привнести во взаимоотношения и встретить человека, у которого такие же ценности, ценности, которые я открыла в христианстве, и мне кажется, это невероятным, действительно, богатством, это невероятным благословением, если вы посвящены тому, чтобы развиваться, если в вашем сердце есть эта гибкость Духа, есть эта отзывчивость, «Господь, я сделаю по слову Твоему, я хочу узнать Тебя, я хочу преображаться в Твой образ, я хочу, чтобы во мне открылась глубина познания любви, я хочу, чтобы моя жизнь была не такой, как у моей, может быть, прабабушки, прадедушки, не такой, какой я, может быть, вижу у других людей, которые удручают меня, я хочу, чтобы моя жизнь была новой, и для этого я готов измениться по слову Твоему, по водительству Твоему, и есть чудесный, всегда яркий, всегда дивный образ Иисуса Христа. На этом марафоне мы поддерживаем вас в этой чудесной благовестии, что Иисус не мрачный, что Иисус не грустный, что Иисус не давит нас заповедями, Он Сам совершает эти заповеди в нас, что Иисус помогает нам совершить эту трансформацию, этот переход, это изменение, Он наполняет наше сердце, это чудесная ценность, если в вас есть это посвящение Иисусу, если Он для вас сокровище вашей жизни и сердце ваше с Ним, Он приведет в вашу жизнь людей, человека, которые обладают такой же ценностью, поэтому я настаиваю не только на том, что семья создается с человеком таких же взглядов и убеждений, такой же любви к Богу и к Его Слову, к тому, чтобы изменяться в Божий образ, но это великая благодать, великое благословение быть в церкви. Церковь — это не сообщество клуб благополучных людей, церковь — это не сообщество одинаковых людей, церковь — это сообщество людей из самых разных слоев населения, можно сказать, нашего такого разнообразного государства, страны, где люди собираются познавать Бога. В этом цель церкви, туда приходят люди для богопознания, и мы обретаем таких потрясающих друзей, как пастор Андрей, как те люди, которых вы видите на телеканале, за пределами телеканалов, друзья, когда вы просите Бога, чтобы Он послал вам в жизнь чудесных друзей. Это невероятное богатство, которым мы разделяемся вместе, когда мы можем молиться в одном духе, в одном посвящении, и мы считаем необходимым, и просто Дух Святой побуждает нас в эту, можно сказать, последнюю часть марафона, в завершении этого времени ещё и ещё раз напомнить каждому из нас, насколько мы нужны друг другу. Господь оставил славу небес, радость небес, покой небес, для того, чтобы принести небеса на землю. Он сошёл в тот мир, который отступил от него, который Господь поддерживал, создал, но этот мир не желал и уже не мог познать его. И тогда сам Господь спустился к нам, чтобы открыться нам, чтобы явить себя нам и чтобы привлечь нас обратно в небесную семью. И мы учимся жить в этой небесной семье, и мы учимся здесь на земле жить по небесным правилам, по небесному водительству. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Да, и я хочу сказать кому-то, кто-то из вас, я думаю, что это девушка, может быть, не одна, вы поверили в ложь, что вы останетесь одной, что вы не выйдете замуж. Это ложь. Вы знаете, дьявол, он лжец и отец лжи. И если мы поверим в ложь, которую сеет дьявол в наше сердце, всё остальное мы сделаем сами. И поэтому, когда мы принимаем ложь от дьявола, будь то в сфере финансов, отношений и так далее, мы начинаем смотреть на себя, как в кривое зеркало. Мы начинаем видеть искажённый образ. Мы начинаем вешать на себя ярлыки. Мы начинаем примерять на себя чужие одежды. И это разрушает нас. Мы уходим от себя самих. Мы теряем себя самих. И когда мы начинаем смотреть через образ Божий на себя, мы обретаем себя. Восстанавливается целостность, приходит истина. И я хочу сегодня прям провозгласить в чью-то жизнь, что эта ложь, она разрушена во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, если это в вашем сердце, если это было посеяно в вашей жизни, если вы приняли, если вы поставили на себе такой крест, вы поставили вердикт, что я никогда не выйду замуж, я никогда не буду иметь детей, я никогда не смогу пережить радость материнства, радость замужества. Я прямо сейчас разрушаю эти обеты, я разрушаю эти слова, я разрушаю эти душевные или, может быть, духовные связи, которые опутали, которые парализовали вас. Во имя Иисуса Христа, Дух Господень нам ей помазал меня, отпускать измученных на свободу и пленных из темницы. И прямо сейчас я высвобождаю это, что вы выходите на свободу. Вы как пленные, которые выходят из темницы. Мы провозглашаем это прямо сейчас. В вашу жизнь, что темницы остались позади, что под действием славы Божьей, что устники выходят, как это было у Павла, как это было у Силы, когда они воспели Господу, что эти узы, они были разрушены, двери открылись, и узники были способны выйти на свободу. И прямо сейчас мы провозглашаем, что ваши темницы, они разрушены, что ваши узы, они разбиты. Во имя Иисуса Христа, ложь разрушена. Во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас я молюсь о том, чтобы Господь ты дал истину каждой девушке, каждой женщине, которая жила в этой лжи. Я молюсь, чтобы на смену этой лжи пришла истина. Покажи, Господь, кто они для тебя. Покажи, Господь, кто ты для них. И чтобы они начали жить, исходя из этой истины. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь и высвобождаю это для вас, и провозглашаю, что Господь, Он недалеко. Он с вами, и Он рядом. Во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо тебе за то, что ты совершаешь чудеса во всех сферах нашей жизни. И там, где было поражение, приходит победа. Там, где был недостаток, приходит изобилие. Там, где было чрево закрыто, ты открываешь чрево. Во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо тебе за эти великие чудеса, которые прямо сейчас происходят. Во имя Иисуса Христа. Я также хочу провозгласить и высвободить слово для тех женщин, которые не могли зачать. И у вас было закрытое чрево. Прямо сейчас Господь открывает это чрево. И прямо сейчас вы получаете эту способность, как Сара. Она получила эту способность, будучи неплодной. Прямо сейчас Господь дает эту способность сверхъестественную к зачатию, к принятию семени. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю это. Я благословляю вас. И молюсь о том, чтобы это чудо, оно стало свидетельством о том, что Бог, Он слышит ваши молитвы, как Анна, которая молилась, которая стояла в храме. И никто не знал, что она плачет о сыне. Никто не знал, что она плачет о том, что ей хочется увидеть сына. Но ты видел ее слезы. Пророк не видел ее слезы. Пророк думал, что она пьяная. Но ты видел ее слезы. И ты ответил ей. Она, Господь, сверхъестественным образом получила эту возможность зачать и родить сына. Господь, я провозглашаю это. Для каждой, кто сегодня желает в своем сердце и носит желание иметь ребенка, я благословляю во имя Иисуса Христа. И пусть Господь просто наполнит вас своей верой. И вы увидите чудо, как сверхъестественным образом вы принимаете это семя и рождаете здорового ребенка, здоровых детей во имя Иисуса Христа. И у кого-то это будет как целый поток. Это будут дети, которые будут радовать вас. Вы думали, что навсегда этот источник пересох, но на самом деле Бог открывает его. И вы увидите, как это будет целый поток. Вы будете жить в радости материнства и наслаждаться им во имя Иисуса Христа. Кому-то Господь дает слово о том, что ваша голова, она является этим сильным мостом между Богом и между людьми, с кем вы сотрудничаете, с кем вы работаете. Возможно, вы думали, что голова это такое препятствие, это инструмент, который препятствует взаимоотношениям. Напротив, Господь говорит, что ваш разум, ваши мозги, ваша интеллектуальная способность, это именно тот мозг, который он будет использовать для того, чтобы привести народы, для того, чтобы привести людей ко Христу и познакомить со Христом. Ваш разум, он уникален. Вы имеете уникальные способности ментальные, которые могут выстраивать те логические цепочки, которые будут способны разрушать ложь, предубеждения, твердыни. И люди будут поражаться, откуда у вас такая модуль, как это было на Иисусе. Он сидел посреди учителей, он 12-летний мальчик, сидел в храме посреди умудренных людей, и он удивлял их мудростью с неба. Бог наделяет вас этой мудростью. Дух премудрости, дух разумения, дух ведения будет пребывать на вас, и вы будете удивлять этой мудростью, вы будете говорить слова, вы будете говорить какие-то умозаключения, которые будут в тупик вергать умнейших людей. Они будут податниться, говорить, да, воистину с вами Бог. Я молюсь и высвобождаю это для вас. Ваш ум, это оружие, которое Господь дает вам, чтобы вы могли служить Ему и приводить к вере народа. Во имя Иисуса Христа. Господь кому-то прямо сейчас просто говорит и высвобождает о исцелении для колена, для левого колена. У вас был артрит, долгое время вы хромали, выходили, вы даже стояли на очередь, чтобы поменять сустав. Но прямо сейчас Бог совершает чудо. И этот сустав, он заменен на новые. Новые клетки, новые, абсолютно новая костная ткань. Во имя Иисуса Христа. Вы можете присесть, вы можете попробовать, и вы увидите, как эта боль ушла. Потому что прямо сейчас Господь совершает чудо для вас, в вашей костной ткани. Во имя Иисуса Христа. Если Он смог изменить воду, вино, Он просто изменил структуру, Он изменил все, что было связано с водой, и это превратилось в вино. Тем более, больные клетки, Он может заменить на новые, здоровые, абсолютно здоровые, нормальные клетки. И Он совершает это для вас. Во имя Иисуса Христа. Просто примите это верой, и сделайте это, присядьте, и высвободите эту веру, и в действии. Во имя Иисуса Христа. Кому-то Бог дает прямо сейчас жар веры. Он хочет, чтобы ваше сердце, оно загорелось для Него. Чтобы вы просто внутри себя пережили тот огонь, который вы потеряли. Этот огонь не потерян навсегда. Бог прямо сейчас, Он хочет прикоснуться к вам, Он касается вас, и Он высвобождает этот огонь, чтобы вы горели, и не сгорали. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас отсюда, с этой студии, из Санкт-Петербурга, и мы провозглашаем благословения, которые обогащают, и печали с собой не приносят. Во имя Иисуса Христа. Пусть Божий Дух пребудет над вами. Пусть Божья благодать пребудет над вами. Пусть Божья сила пребудет над вами. Во имя Иисуса Христа. Если вы чувствуете какую-то нужду, прямо сейчас мы высвобождаем этот дух веры. Здесь есть Божье помазание, здесь есть Божий лень. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся с вами в Духе. Что бы то ни было, какая бы ни была нужда, мы провозглашаем восполнение этой нужды по богатству, в славе Христом Иисусом. Мы молимся и мы говорим, что прямо сейчас всякий дол он наполняется, кривизны выпрямляются, всякий холм понижается, прямо сейчас ермо разрушается, атука во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем благословение от Господа во имя Иисуса Христа. И пусть его благодать, она наполнит ваши дома и семьи в эти чудесные рождественские дни. И, чтобы вы видели, как благ Господь, чтобы вы видели и ощущали на своей жизни его присутствие, его силу, его руку, его чудеса во имя Иисуса Христа. Друзья мои, Господь Иисус Христос, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И Он силен, чтобы спасать. Мы с вами не просто верим в сверхъестественного Бога, мы с вами сверхъестественные люди. Мы не естественные люди, которые живем в сверхъестественном мире. Мы сверхъестественные люди, которые живем в естественном мире. Поэтому сегодня время чудес. Сегодня время, когда Бог хочет высвобождать не только через нас, но и через каждого христианина. Он хочет высвобождать свою реальность, реальность чудес, чтобы мы могли говорить о том, что это не миф, это не сказки, это не вымысел. Друзья, мы можем верить по-разному. Мы можем верить в исторического Иисуса, который похож на Папу Карла, который похож, может быть, на Гулливера, который написан в книжках. И мы читаем и говорим, да-да-да, было интересно, да, по воде ходил, да, воду в вино превратил, да-да-да, все было интересно. Но, друзья мои, если мы верим в такого лишь исторического Иисуса, то тогда у нас уходит, самое главное, это связь с живым, с реальным Иисусом. И поэтому сегодня, сейчас я ободряю вас, Иисус живой, Он не остался 2000 лет назад на книгах, на этих, на страницах Библии, Он живой, Он воскресший, Он сегодня реально находится в нашей жизни, в наших домах и семьях, Он сегодня реально хочет совершать свои чудеса. Поэтому, друзья, поверьте, что Бог, Он живет в вас, и вам все возможно вместе с Ним. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь, спасибо, пастор Андрей, я просто чувствую такую реку, золотую реку благодати, благословения, любви, которая течет от Божьего престола через эту студию, через ваши сердца, она достигает. Здесь так много молитвенных просьб, ходатайства своих близких, родных, люди, любящие своих близких, молятся, чтобы им открылась вечная жизнь, чтобы им открылась любовь Иисуса Христа, и мы соглашаемся сейчас вместе с вами. Господь, это покрывало неверие, снимается Христом. Пусть любовь, откровение, сила Божья достигнет их, пусть откроется их сердце, потому что ты входишь не в голову, сначала ты входишь в сердце. Господи, в самую суть нашего существа ты входишь, и мы просто плачем, потому что сокрушаются эти ледяные горы одиночества, ледяные горы обиды, ледяные горы разочарования. Господь, мы провозглашаем твою реку мира, примирения, любви, которая прикасается сейчас к потерянным. Божий, я верю, что эта благодать достигла сына, который ушел от отца, который оскорбил отца, который забрал имение, истратил на ерунду, на блудниц, на пир, которые растащили нерадивые друзья. Но Писание говорит, придя в себя, настал момент, когда он пришел в себя, когда он очнулся, когда он увидел истину, правду, он смог посмотреть правде в глаза, что он находится среди свиней, среди нечистых животных, что он ищет крошки пропитания, а у его отца, сыновья, даже слуги питаются лучше, чем он. Господь, пусть это дух истины, дух истины, который не ломает, но который поднимает. Это была реакция на дух истины, потому что, когда Бог показывает правду своим детям, тем, которых он зовет, он не унижает их, он не оскорбляет их. Да, он показывает в зеркало, где ты сейчас находишься, но он говорит, посмотри, у отца полный дом, отец любит тебя, отец не будет осуждать тебя, приди к нему, это лучше, чем умирать со свиньями, это лучше, чем умирать в канаве, это лучше, чем здесь сидеть, там, где тебя угнетают, ненавидят. Господь, я благодарю тебя за освобождение этой любви, за высвобождение, Господи, народа твоего. Я благодарю тебя за то, что многоразлична благодать, премудрость и откровение. Здесь так много просьб также за исцеление. И, Господи, благодарим тебя, что ты пришел. И спасение человечества означает сделать его целостным, как провозглашал Господь через пастора Андрея. И эта целостность во всех сферах, это целостность души, исцеленная от обид, исцеленная от ран, от унижения, от ненависти, наполненная любовью, Господи, радостью, жизнью. И эта целостность наполняет ваши тела, потому что всякая болезнь и всякая немощь были приняты Иисусом Христом на себя, чтобы излить на нас свою любовь, чтобы излить на нас свое здоровье и жизнь. И мы запрещаем паховым грыжам, дисплазиям, Господь. Мы запрещаем инсультам, диабетам, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты сказал, что вместо унылого духа я дам Тебе радостную одежду. Ты забираешь бессонницу, Ты даешь мир. Мир, как реку, Господь. Мир, утешение. Вместо всех андроза, хороший позвоночник. Господь, выпрямись, выпрямись, повелеваем именем Иисуса Христа, позвоночник. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты просто поднимаешь эти позвоночные диски, эти протрузии, Господь, эти грыжи. Ты исцеляешь прямо сейчас. Ты творишь ангелов, Господь. Ежедневно, Господь, миряды ангелов творятся Твоим дыханием от Твоего огня. И это ангелы, которые несут исцеление на землю. Что здесь полно, Господь, Твоих слуг, невидимых нашему глазу, но активируемой верой. Призывайте имя Божье, потому что Слово Божье говорит, он близко, он в Твоих устах, он в Твоем сердце. Пересматривайте этот эфир. Пастор Андрей только что могущественно молился, благословляя Вашу жизнь, решение многих вопросов. Через пастора Виктора, через левитая поклонника чудесное послание о том, как жить в победе, как приумножить силу исцеления в нашей с Вами жизни. Аллилуйя! И у меня большое побуждение молиться за то, чтобы были решены финансовые вопросы. Господь, Ты знаешь, что мы часто бываем глупы, мы часто бываем немощны, мы делаем ошибки. Но Писание Твое говорит, что, Господи, Ты не судишь нас, Господь, как любящий Отец, Ты не пользуешься нашими ошибками, чтобы раздавить нас. Нет, Ты щедр, богат, многомилостив, человеколюбив, и милость Твоя превозносится над судом. Поэтому мы пришли к Тебе и благодарим за те подарки, которые не сходят с небес. Ты сказал, что Ты лето Господне благоприятное. Это 50-й юбилейный год, который Ты дал Израилю в заповедь, и весь народ переживал прощение долгов, освобождение от рабства. Это невероятный закон, невероятная милость. Нигде на земле сейчас нет этого постановления, но оно свершилось в Иисусе Христе. Господь, пусть финансы будут восполнены, пусть квартиры будут приобретены, пусть те, кто хочет продать правильно жилье, правильным людям, пусть, Господи, эти сделки будут благословлены, защищены, совершаться. Ты заботишься о каждой нужде, и мы благословляем христианские бизнесы, Господь. И не только. Мы молимся, Господь, за тех людей, которым так нужна поддержка. В это непростое время, Боже, благодарим Тебя за то, что Тебе не нужно было, Господи, забирать 10 тысяч рыбок. Ты взял то немногое, что было, и Ты Бог, который просто преумножает сверхъестественно, чудесно, прекрасно, Господь. Для Тебя не стоило ничего сотворить мир, чудесную землю, в которой золото, серебро, драгоценные металлы, драгоценные камни, которая полна полезных веществ, которая выращивает эти удивительные плоды, деревья, где, Господи, на миллионы лет вперед для нас ресурса. Ты, Бог, делаешь это прямо сейчас, восполняя нужды Твоего народа прямо здесь, Господь. Мы благодарим Тебя, и я напоминаю вам, что телеканал ТБН служит вам. Мы приглашаем вас к партнерству. Я верю, что мы хорошая почва, что это миссия, хорошая почва, чтобы получить урожай, хорошо посеять семя, и именно посеянное семя приносит урожай и приносит умножение. Поэтому приглашаю, если в вашем сердце откликается дерзновение, побуждение испытать Божью благость, становитесь партнерами телеканала ТБН, поддерживайте церкви, в которые вы ходите, или в которые вы хотите, чтобы ходили ваши дети. Творите милостыню, творите добро. Господь света преисполнит вас каждый день. Это третий день марафона, но, друзья, пусть марафон любви в вашей жизни не заканчивается ни на минуту. Пусть присутствие Божие переполняет вас. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин